В апреле сразу несколько атлетов республики одержали победы на международных соревнованиях. Сегодня в Ледовом дворце Чебоксара-арена прошло участвование спортсменов-победителей континентальных соревнований по самбо и тяжелой атлетике. Вера Латкова и Регина Миндубаева в составе юниорской сборной России смогли завоевать медалью высшей пробы первенства Европы по самбо. Следующие старты первенства мира. Еще одна героиня встречи Наталья Хлесткина. Тяжела атлетка, которая в нынешнем году дебютировала на взрослых соревнованиях и сделала это успешно. На чемпионате континента спортсменка завоевала две медали серебро и золото в отдельных упражнениях и стала первой по сумме двоеборья с результатом 222 килограмма. Изначально ехали туда исключительно за золотом. Надеялась, конечно, что все три будут золотыми медалями. К сожалению, первые две попытки были неудачными, была техническая ошибка. Но справились, собрались. Геннадий Геннадьевич помог успокоиться и выступили хорошо. Геннадий Иванов, тренер Натальи, поддерживал спортсменку весь турнир. Именно его напутственные слова, как призналась журналистом спортсменка, заставляют верить в себя и свою победу. Путь на чемпионат Европы был длительным, но он пройден. Впереди чемпионат России, который станет последним этапом в отборе на Олимпийские игры. У нас, конечно, единственная цель – это Олимпийские игры. И поэтому, так сказать, что именно мы к чемпионату Европы готовились только – это неправильно. Поэтому на Европе мы выступили только, чтобы выиграть. Нам нужна была победа, и мы ее все-таки осуществили. Спорт высших достижений – дело сложное, ответственное и очень почетное. Как отметил министр физической культуры и спорта Чуваший Сергей Шелтуков, правительство республики сохранило все меры государственной поддержки спортсменам и тренерам. Победителям соревнований будут выплачены единовременные премии – 75 тысяч рублей Натальи Хлесткиной, 37 тысяч ее тренеру, по 60 тысяч рублей самбисткам-юниоркам и 30 тысяч их наставнику Сергею Пегасову. Распоряжение правительства уже готовится, а наши спортсменки продолжают тренироваться, чтобы одержать новые победы. Екатерина Абрамова, Олег Якимов, Республика.